Итак, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Женя Гейн, и сегодняшнее видео будет продолжение моего первого видео о том, как я увеличила свою грудь в Америке, здесь в штате Флорида. Прошло уже примерно два месяца, и я хочу поделиться своим опытом, также рассказать, сколько стоила операция, какой размер у меня, и хотя, честно, я не знаю, какой размер именно, например, Victoria's Secret у меня, так как я еще там не была. Я хочу туда приехать, чтобы они подобрали мне бюстгальтера. Сделаю я это в скором будущем. А так я вам просто скажу объемы, которые мне вставили, которые я выбрала. Кто не видел мое первое видео о том, как я готовилась к операцию по увеличению груди, как я себя чувствовала после операции, там, 5 дней, к примеру, недель, все подробности об операции именно в США, о моем опыте проведения операции во Флориде, я оставлю ссылку на это видео в описании под этим видео, так что переходите, кто не видел первую часть. Как вы видите, я сегодня без какого-либо бюстгальтера. Отек, я так понимаю, еще до конца не спал, грудь формируется в течение года, но более-менее они выглядят через 2-3 месяца, 6 месяцев, и потом как бы уже совсем окончательно, прям-прям результат через год, как мне объяснили. Вот, но уже меня, в принципе, все устраивает, я даже не хочу, чтобы отек спадал, я не хочу, чтобы они больше опускались, так как все равно они немного будут опускаться, и меня все абсолютно устраивает, вообще-то у меня прекрасная грудь, я 100% довольна, все хорошо, ничего не болит, заживало, все очень круто, как-то безболезненно, быстро, не знаю, с чем это связано, все-таки все люди разные. Операцию делают разные хирурги, поэтому, видимо, как-то все у всех по-разному. Хотя, в принципе, у двух моих подруг здесь, в Америке, кто делал грудь именно здесь, в США, у них проходила реабилитация точно так же, как у меня, очень хорошо, безболезненно, прям вообще. Могу сказать о том, что примерно через две недели я полетела на Ки-Вест, это около Майами, на такой вот, как бы, полуостров, и мы там ходили на лодке 3-4 дня. У меня даже, как бы, были еще на швах такие пластыри, скотч, который можно было мочить, но я не купалась, потому что купаться еще нельзя было, и нежелательно было потеть. Но мы, как бы, швы только не придумывали, чтобы не потеть именно под грудью, так как швы у меня под грудью, мы туда и вставляли разные прокладки и бумаги сухие, как бы, чтобы все это было сухо, чтобы наш отдых пришел хорошо. Как бы, меня хирург отпустил, одобрил мою поездку, поэтому я и полетела, как бы, без проблем. В первом видео я показывала вам свою грудь без бюстгальтера, перед операцией, какая она была, она была обвисшая, стала обвисшая после кормления грудью. Я кормила ребенка один год, и за один год у меня очень сильно деформировалась грудь, еще, наверное, плюс потому, что я похудела, и грудь у меня совсем просто исчезла. И еще такая небольшая история, моя грудь, в принципе, она была всегда большой до замужества, до родов моих. У меня был примерно пятый размер, если сейчас смотрят мои подруги, они 100% подтвердят это, как бы, в школе, даже в 11 классе, 10-11, у меня была самая большая грудь, у меня была действительно большая грудь. Надо мной даже смеялись, помню, в школе говорили, сначала из подворота выходит грудь, а потом Женя, да. Ну, как бы, были такие разговоры. То есть, грудь у меня была всегда большого размера, но потом она у меня после родов, после кормления, она у меня просто исчезла. Она у меня стала плоской, и без лифчика, без бюстгальтера я вообще не могла нигде появляться. А если я носила какие-то открытые платья, то я подклеивала все это делом скотчем бесконечно, а потом, когда я отлепляла скотч после какого-то мероприятия, у меня потом эти красные следы. Все люди разные, да. Вот как бы я захотела, я сделала. Вы не хотите, не делайте, никто вас не заставляет. Я не агитирую никого, просто рассказываю свою историю, делюсь опытом. И так как у меня, в принципе, была всегда большая грудь, у меня кожи было очень много, да. И когда я пришла к хирургу, он мне сказал, что, в принципе, можно объемом, большими имплантами подтянуть твою грудь, наполнить ее, да, то, что, в принципе, оно и было. Так как она у меня обвисла, ну, не сильно, ужасно, не сильно, не сильно, сильно. То есть, круглыми, хорошими имплантами, хорошим таким размерчиком можно было ее вот вставить туда, где это должно было быть всегда, да. Когда я шла на операцию, я очень сильно выбирала размер, как бы для меня это был самый тяжелый момент, это выбрать, определиться с размером. Потому что вы приходите на прием, конечно, все по-разному, кто-то на компьютере вам там вставляет, кто-то вам вставляет, вы переносите спортивный бра, кто-то в спортивный бра вставляет вам эти импланты, и вы смотрите, как вы с имплантами. В общем, у меня также происходила процедура, я пришла в спортивном бра, и мне просто подставляли разные размеры. Я фотографировалась, и честно сказать, я потом смотрела фотографии, мне казалось, что это все один и тот же имплант. Начиная там от 370 миллиграмм, заканчивая 560 миллиграммами, мне казалось, что все одинаково на фотографиях, потом, когда я уже приехала домой. Потом я остановилась на размере 560, это был самый большой размер именно из вот этой всей коллекции, которую он мне принесил. Но были еще больше размеры, но это считались такие более экстремальные размеры, которые делают, например, там, стрипт-дерши или женщины очень больших размеров. Он мне посоветовал вставлять только круглые импланты. Действительно рада, что у меня попался суперспециалист, который действительно мне подсказал, что нужно именно мне, моей груди, так как действительно у меня без круглых, если бы не вставили анатомическую форму, это было бы ужасно. И у меня подруга в Казахстане, которая делала себе грудь, она делала себе после родов анатомическую форму, и она сейчас жалеет об этом. Лучше бы она вставила круглые, и она будет их переделывать. Давай я спрашиваю у подруг, которые делали у меня в Москве, в Санкт-Петербурге. Одна, кстати, мне попалась, такие с 560-ым. Она говорит, вот у меня как раз-таки 560 объем. И я такая, ой, ну у нее, я помню, такие классные были. Потом думаю, нет, может быть, это все-таки слишком много. Затем я спросила у другой подруги. У нее тоже 560 оказались, и они вообще на ней по-другому смотрелись. То есть на каждой девушке один и тот же объем будет казаться абсолютно по-разному. Вот в чем еще один прикол. То есть, например, если вам понравилось чат о грудь, и вы спросили, какой у нее размер, она вам говорит, у меня, например, 450. И вы тут же бежите к хирургу и говорите, я хочу 450, потому что вот у Маши 450. Он вам делает 450, и она на вас совсем по-другому будет смотреться. Поэтому это чисто индивидуальный подход. В общем, я не спала ни 2-3 недели, постоянно писала им письма о том, что я переделываю размер. Например, придумала насчет размера. Первый раз я сказала 560, потом я сказала, нет, я хочу 485, потом я сказала, нет, я хочу 520. И в итоге, когда я пришла на операцию, они все это позаказывали. Когда я пришла на операцию, я ему говорю, хирургу, у меня была грудь до уродов большая. Это раз. Во-вторых, я не боюсь большой пышной груди, как бы я наоборот, наверное, все-таки этого и хочу. Я не хочу, чтобы моя грудь выглядела супер натурально, чтобы, не дай бог, никто не догадался, что я вдруг увеличила грудь. Как бы это не моя цель, я в этом ничего плохого не вижу, если об этом знают все. И как бы по моему опыту, по опыту моих подруг, их мужей, подруг мужей, мужей, в общем, не важно. Всем наплевать, делали вы грудь или нет. Самое главное, какой вы человек внутри. Вот честно, есть у вас грудь или у вас нет грудь, наплевать вообще. Ставили вы грудь, шрамы у вас под грудью, наплевать. Самое важное для мужчины, какой вы человек. Потом, я ему сказала, что абсолютно не боюсь, да, если у меня будет грудь большого размера. Вы самое главное смотрите, чтобы мне подошло, чтобы это не казалось слишком огромным, не слишком маленькое, чтобы это как бы подтянуло мою грудь, все равно сделало какой-то объем, так как я не делала подтяжку. Подтяжка всегда она якорная, то есть от соска вниз разрезают, еще потом вот так снизу. И у вас вот этот розовый шов, он все равно как ни крути, он всегда будет от соска вниз, по крайней мере очень-очень долго, если лазером это все не убирать. И все равно остается розовая полоса, как бы это на ваше все усмотрение. Я не захотела подтягивать, так как не захотела. И поэтому я ему сказала, вот такие вот у меня параметры, вот такие у меня запросы. Поэтому я выбираю 520 размер все-таки. Но если вы вдруг посчитаете, что мне нужно меньше, так как на операционном столе он все-таки уже принимает самое окончательное решение, то вы можете мне подобрать 485, это уже потом идет меньше 520. И потом, если это будет слишком много, то вы можете еще один меньший размер попробовать. Хорошо, я вас поняла. Обычно они выбирают один больше и один меньше. Если вы 520 выбрали, они дают вам 560 или 485 еще на столе подбирают. Но я сказала, мне не надо больше 520, хотя теперь я жалею об этом. И в общем, в итоге, когда он мне сделал операцию, он сказал, мой выбор остановился на 520, а я с тобой немного помочился, операция заняла дольше, чем нужно, около двух часов. Но, говорит, я конечным результатом был очень доволен. И когда я на второй день пришла к нему после операции на перевязку, так сказать, я увидела свою грудь в зеркале. Это было очень ужасно. Я даже до сих пор смотрю эти фотографии, так как он сделал фотографию. Я не верю, что была у меня такая грудь страшная после операции. То есть, мне кажется, если у вас с психикой не в порядке, вы бы вообще обалдели. Вы бы подумали, что вас из урода... Ну, я доверилась ему, как бы закрыла глаза, ну и все, я такая подумала, все, все будет отлично. Он хирург, хирург с опытом, классный мужик, миллион отзывов. Вообще, как бы я его выбирала очень долго. И думаю, ну раз вот он сказал, что все будет окей, то все будет окей. А вот я еще раз повторюсь, одна грудь была здесь, вторая была здесь, импланты были где-то здесь. Все это было вот такое квадратное. Очень страшное, очень мятое, очень в гематомах. Это был ужас. Что я поняла после своей операции и после консультации с российскими, нашими, казахстанскими хирургами и разговорами с девчонками, которые делали там, и с девчонками, которые делали операции здесь, в США. Какая разница? Во-первых, анализы. Хотя многие мне писали, что в Калифорнии сдают анализы точно так же, как и в России. Во-вторых, во Флориде мы не сдавали ни моей подруге, ни я никаких вообще анализов. Ни кровь, ни так далее, ни так далее. Не УЗИ, ничего. Об этом я рассказывала в первом видео. Во-вторых, какое отличие? Ваши импланты устанавливают под мышцу. Ну, я думаю, что везде так все-таки наконец-то это делают. Их устанавливают, импланты, под грудную мышцу. И здесь, в США, их устанавливают очень высоко. То есть, вот почти, когда вы приходите после операции, вам будет казаться, что ваша грудь, она почти под ключицей начинается. И вам будет казаться, что это так ужасно, почему так высоко, что происходит. И я вот, когда начала паниковать и спрашивать у подруг, которые делали в России, как бы мне все, все вот кричали, что это неправильно, это неправильно покупая срочно бандаж, который будет сверху давить, чтобы она опустилась. Вообще ужас, это вообще тебе испортили. Вот так мне писали. Но я пошла опять же к моему хирургу с бандажом, который я купила, который мне посоветовали подруги, который в России практически все носят, чтобы давить грудь сверху, да, чтобы она, я не знаю, побыстрее упала. Я не знаю, зачем это делать. Прихожу я к моему хирургу здесь в Америке. Он говорит, что никакой бандаж, ничего не нужно сдавливать. Успокойся. Надела спортивный обычный бра, который не сильно перетягивает тебя. И ходи в нем, и спи в нем. Вот они мои спортивные бра. Выглядят таким образом. Заказывала их на сайте Amazon. И бежевый и черный. До сих пор их ношу. И размер у меня S. Все-таки, когда у меня отек немного спал, я перешла с L, вот эта L на S. Как ни крути, хоть у меня и в принципе большой объем, но подошла больше всего S. Мне нравится, как S перетягивает не сильно и не свободно. Потому что L свободный уже на меня. Очень удобный бюстгальтер. Удобен он тем, что застегивается он спереди. То есть, как бы и грудь ваша, она держится очень хорошо вот в этих чашках. Тут не чашки, здесь просто такие прокладочки. И можно снимать вот здесь вот лямки сверху. То есть, это обычные спортивные бра. В черном, например, я вообще проходила даже в рестораны. Он смотрелся как топик. И сейчас я его ношу в спортзал тоже как топик. Бежевый, в принципе, можно подо все надеть. То есть, как бы вот обычные мои такие вот бра, которые я планирую долго носить. Вот. Еще, девчонки, быстро вам скажу о том, что все-таки делайте размер побольше. Потому что, когда отек спадает, вы потом хотите вернуть то, что было, когда был отек. И все-все, кто сделал маленький себе, все жалеют, хотят сделать размер 2-3 побольше, чем они все-таки выбрали. Поэтому я вообще ни капли не жалею, что я выбрала 520. Наоборот, как бы, думаю, все-таки надо было 560 выбрать, так как при моем росте метр восемьдесят это все очень классно смотрится. Здесь, в США, как бы, делают хорошее расстояние между грудьми. То есть, клевич называется. То есть, мой клевич, он очень классный, он красивый. Только грудь, она смотрится вместе, да, она не широко поставленная. Импланты, они не низко опущенные. В России, в наших странах, я знаю, что сразу, когда вы там через месяц снимаете бандаж, в России через месяц, в Америке через 2 дня вы можете снять вот этот супер бандаж. Через месяц в России, когда снимаете, уже грудь, она вот прям там, где нужно. А в США, она вот, видите, она повыше. И она будет, как бы, в принципе, стоять вот здесь. В этом и разница. Все-таки у них техники разные. Что касается, например, цены, да, многие, наверное, подумают, вот, ты вообще обордела, там, в Америке, наверное, дорого. Советую, что тут в США увеличивать. Нет, здесь недорого. Я увеличивала грудь в городе Тампа. Это большой, классный, современный город. Классная клиника. Очень хороший хирург. Если нужно будет, я буду оставлять его контакты где-то там. Или могу сразу, в принципе, оставить где-то там в описании под видео. Это не реклама. Я оплатила все, как бы, не сама, как бы, мой мужчина мне сделал такой подарок. Стоила операция 6 тысяч со всеми делами. 6 тысяч долларов. А с анестезией, с какими-то там обезболивающими таблетками и самой операцией. Все. Все это стоило 6 тысяч долларов. Когда я сказала моей подруге из Украины, сколько я заплатила, 6 тысяч долларов. Она сказала, что в Киеве стоит точно так же. 6 тысяч, по-моему, даже евро стоит операция по увеличению груди у хорошего хирурга. Так что, знаете, вот разница, она какая-то не супер большая. Еще у меня моя подписчица писала мне с другого штата, здесь в США, ей насчитали вообще 9 тысяч. То есть в Тампо здесь делать недорого. Я думаю, что в Майами тоже будет стоить недорого. Но я все-таки выбрала моего хирурга в Тампо, которого мне рекомендовали, который делал очень многим. И действительно, хорошие результаты. Тьфу-тьфу, я прям очень счастлива. Еще, конечно, такой очень приятный комплимент был со стороны моего мужчины. До сих пор он продолжает мне говорить каждый день о том, что красивее, чем грудь у меня, он не видел и не встречал никого за свою жизнь с такой красивой грудью сделанной. А говорит, он встречал очень многих разных, даже он у меня там кому-то делал. Я очень переживала всегда за то, что как же я буду спать или ходить, может быть, я буду ее чувствовать. Нет, вот вы привыкаете, вы ее не чувствуете. Уже после одного месяца примерно мне разрешили купаться, я купаюсь и в джакузи, и в море можно купаться. Но, конечно, плавать все равно еще тяжело, потому что вот эти мышцы грудные, их желательно еще не трогать. Поэтому я пыталась как-то там поплыть, и я подумала, что все-таки я не буду плавать еще месяца два. А так опускаться, погружаться в воду уже можно. И грудь она классная, грудь она красивая, я ее не чувствую, я с ней сплю комфортно, уже можно на бок поворачиваться. Нужно делать массаж каждый день, советую, там с разных сторон просто вот так вот придавливать. На ощупь она, конечно, еще такая упругая, твердоватая, но я говорю, что я бы оставила ее такой вот, какая она у меня сейчас. Отекшая, твердоватая, стоячая, все, супер, меня абсолютно все устраивает. Вот у меня такой есть паспорт, размер у меня 520 cc, и оба импланта у меня одинаковые, 520 cc, так как я знаю, что некоторым девчонкам чуть побольше, чуть поменьше, там зависимость от асимметрии и так далее. Вот, и фирма у меня Натрель, Натрель, что-то в этом роде, Натрель и сами импланты как мишки гамми. Я уже тоже рассказывала об этом в предыдущем видео, можете погуглить этот бренд. Импланты, они как мишки гамми, то есть если вы их вот так разорвете, они будут внутри желейные, они не растекаются. И они очень мягкие, они не тяжелые, они, вот знаете, я переживала о том, что у меня будет болеть спина, что они будут тяжелые, я буду их чувствовать, что я буду сутулиться из-за этого, нет. Я сутулилась только первый месяц, когда у меня была крепатура, когда я не могла расправить окончательно плечи, грудь. Я сутулилась, и мне казалось, что это на всю жизнь, я вообще не исправлюсь, это плохо, я такая грустная, мне тяжело дышать, потому что как бы давит еще первый месяц, все это вы пока привыкаете. А сейчас уже два месяца прошло, я могу расправить плечи, я могу уже, как бы я хожу в спортзал, но я делаю занятия только на ноги, я не трогаю вот эти вот свои мышцы груди вообще никак. Руки, спину не качают, только ноги, попу и так далее. То есть я уже могу выпрямить спину, там накраситься, помыть голову, и я счастлива. Все мои платья, наряды смотрятся совершенно теперь по-другому. А еще, кстати, очень такой классный момент, мои соски, они не увеличились, они не расширились, я переживала очень сильно. Я рада, что я сделала операцию здесь в США, так как я рассказывала в первом видео, я думала о том, что если я уж буду увеличивать, то только в Америке. Так что вот, мечты сбываются, я не знаю, если у вас будут какие-то еще вопросы, задавайте их, пишите в комментариях. Негативные комментарии убирайте, мне они не нужны, как бы, мне абсолютно все равно, что вы пишете именно насчет негатива. Я не воспринимаю ничего близко к сердцу, и я не переживаю за негативные комментарии, поэтому вы можете не тратить свою энергию и не писать их лишний раз, если вы думаете, что вы можете как-то меня задеть, чем-то обидеть, абсолютно мне наплевать на негативные комментарии. Это вы пишете сами про себя. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Пока-пока!